Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. За вывоз мусора теперь придется платить больше. Новый тариф действует с 1 мая. Первый в этом сезоне рейс князя Владимира отменен. В машинном отделении лайнера произошло задымление. Бойцы сегодня штурмовали зимние со знаменем победы в руках. В Сочи прошел праздничный концерт для ветеранов. Лидеров не выявляли. Победа здесь одна на всех. Почти два километра по центру Сочи пробежали участники традиционного забега. Владимир Путин официально заступил на новый президентский срок. Сегодня в Кремле он принес присягу на верность народу России. На церемонии инаугурации собралось около пяти тысяч человек. Это члены правительства, депутаты, спортсмены, артисты, герои России, представители духовенства и иностранные гости. Свидетелем главного политического события года стал и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Ровно в полдень из своего рабочего кабинета Владимир Путин прошел по коридорам власти. Эти кадры, кстати, впервые показали в СМИ. Затем на новом российском лимузине глава государства проследовал в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца, где и состоялась основная часть церемонии. Присягу Владимир Путин принес на конституции страны. Затем уже вступивший в должность президент обратился с речью к россиянам. Вступая в должность президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональным народом. Ответственность перед Россией, страной грандиозных побед и свершений, перед тысячелетней историей российской государственности и нашими предками. Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего, мирного и процветающего. Для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье. Объединив усилия всех, кто радеет за страну, за ее будущее, мы обязательно достигнем наших целей. Добьемся прорывов в науке и технологиях. Вместе реализуем масштабные планы обновления городов и сел, развитие всех наших регионов. Ведь мы одна мощная команда, которой по плечу любые, даже самые сложные задачи. Для Владимира Путина это уже четвертая церемония инаугурации. Впервые в должность главы государства он вступил в 2000 году. С этого времени страна встала на совершенно новый путь развития и стала ведущим игроком мировой политики. Как прокомментировал журналистом Вениамин Кондратьев, после церемонии инаугурации Путин вновь сделал Россию сильной державой. Главное, жители России, Кубани, стали с уверенностью смотреть в завтрашний день. Они видят, как меняется жизнь вокруг, какими современными становятся наши города, благоустроенная и комфортная сельская местность, как укрепилась экономика и социальная сфера. Сегодня президент России ставит перед регионами новые задачи. Они касаются повышения доступности жилья для молодых людей, развития региональных дорог, развития технологий дополнительного образования для детей, увеличения продолжительности жизни. У Краснодарского края есть все возможности решить поставленные задачи. И, как сказал сегодня президент, времени на раскачку у нас нет. Согласно Конституции, после инаугурации президента в отставку ушло правительство страны. Члены кабинетов министров становятся исполняющими обязанности и остаются на постах до формирования нового состава. И, как уже стало известно, Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны. Елена Овсецина, телекомпания «ФКТ». К другим новостям. Услуги по вывозу мусора в Сочи с 1 мая подорожали почти на 10%. Как пояснили в компании «САХ по уборке города», связано это со значительным ростом расходов предприятия. В течение более двух лет тариф удавалось сдерживать. За это время показатель дефляции составил более 12%. То есть предприятие имело право увеличить тариф на эти 12%. С 1 мая жители многоквартирных домов за вывоз мусора вместо 210 рублей теперь будут платить на 20 рублей с человека больше. Чуть более 231 рубля. А жители частного фонда – более 243 рублей. Таким образом, услуга подорожала на 9,7%. Как отметили в САХе, по российскому законодательству организация вывоза бытовых отходов не относится к коммунальным услугам. Эта услуга жилищная, потому она не регулируется государством. Одним словом, тарифы вправе устанавливать сама организация, которая занимается вывозом мусора. «На протяжении более двух с половиной лет на нашем предприятии не повышался тариф. Настал момент, когда мы просто-напросто без этого не сможем выжить. Учитывая, что вывоз продолжается за пределы города Сочи, за городом Сочи закреплен полигон город Белореченск, постановлением губернатора, расстояние туда 350 километров, на самом деле это дорогостоящее мероприятие». Расходы предприятия за последние годы значительно выросли, рассказали в САХе. Это связано с увеличением цен на горюче-смазочные материалы, запчасти и прочие расходы. Поэтому и было принято решение повысить тариф на вывоз ТБО. В САХе напомнили, что жители города через свои управляющие компании или ТСЖ могут оборудовать на своей территории собственные контейнерные площадки и платить за вывоз мусора по факту его накопления. Это позволит жильцам оптимизировать расходы. Двое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП в минувшие выходные. 5 мая в 15.40 на улице Транспортная 34-летний водитель мопеда при движении не учел дистанцию и столкнулся с опелем, двигавшимся в попутном направлении. В результате пострадала 8-летняя пассажирка мопеда, которая к тому же ехала без мотошлема. В этот же день на улице Центральная в Лазаревском районе краснодарский водитель, управляя грузовиком «Мерседес», наехал на 16-летнего пешехода, переходившего дорогу по «Зебре». Подросток госпитализирован. В Сочи по горячим следам раскрыт грабеж. Двое местных жителей выхватили из рук приезжего кошелек и скрылись. С сообщением о грабеже в дежурную часть полиции Хостинского района обратился приезжий из Перми. Мужчина сообщил, что двое неизвестных выхватили из его рук кошелек и скрылись. Сумма ущерба составила 4000 рублей. Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев, а также изъяли записи из камер видеонаблюдения на близлежащих строениях. Удалось установить личности и местонахождение злоумышленников. Двоих 23-летних сочинцев задержали. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Санкции предусматривают до 7 лет лишения свободы. Мы просим всех жителей и гостей нашего города, кто пострадал от действий данных лиц, незамедленно сообщить в полицию по телефону 02. Первый в этом сезоне рейс князя Владимира отменен. В ночь на воскресенье в машинном отделении круизного лайнера произошло задымление. Пассажиров на борту не было. Как сообщает Интерфакс, причиной задымления стало попадание на двигатель масла. Произошло это из-за обрыва масляной трубы. Соответственно, пострадавших нет. Тем не менее, отправление лайнера в рейс, запланированное на 18.006 мая, отменилось и перенесено на неопределенный срок. Напомню, рейс круизного теплохода «Князь Владимир» по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь отменен во второй раз. Первый раз 29 апреля судно не вышло в море из-за технических проблем. В прошлом году теплоход совершил 18 рейсов. Константин Затулин провел очередной прием граждан. Как известно, депутат Государственной думы от Сочи постоянно работает с обращениями жителей курорта. А в этот раз на приеме были озвучены не только личные проблемы, но также поступили и предложения по развитию города-курорта. Встреча с Константином Затулиным начинается не с просьбы, а с конкретных предложений. На экране ноутбука проект по развитию яхтинга в Сочи. Разработал его Николай Гришин вместе со своими коллегами. Воплотить в жизнь эту инициативу мужчина пытается уже не один год. Когда-то мы предлагали такую программу только в рамках Краснодарского края. И край был готов начинать реализовывать такую программу. Но после присоединения Крыма и Севастополя Черноморское побережье увеличилось до границ трех субъектов России. И теперь, естественно, решение этого вопроса необходимо организовывать в рамках федеральной программы. И поскольку речь идет о федеральном уровне, Николай Гришин решил лично представить свои наработки депутату Госдумы. По мнению автора проекта, развитие яхтинга сделает Сочи еще более привлекательным туристическим городом. Насчет проекта, связанного с яхтингом, который я лично считаю, что правильная постановка вопроса, я сейчас попробую разобраться, собирается ли морская коллегия что-либо дальше делать, как и Министерство транспорта, Минокомонт-развития и так далее. Реализацию этого проекта Константин Затулин поддержал и отметил, что работая в данном направлении, необходимо затронуть и вопрос возрождения морского сообщения Сочи с другими черноморскими городами. Этот вопрос будет подниматься снова уже в составе нового правительства. А это уже вопрос личного характера. Александру Манукчану в 92-м году выделили земельный участок. Документы на право собственности есть. На участке уже давно построен дом. Он также в собственности. Вот только большая часть соток вместе со строением после межевания по каким-то причинам отошла чайному хозяйству. В этом случае очевидно, на мой взгляд, потому что человек не стал бы строить дом на чужой земле. У него есть документы, которые сегодня подвергаются сомнению, но в том основании, что позже, его не спросясь, эту землю взяли и записали за кем-то другим. В данном случае за арендатором ЗАО Дагамыс Чай. Значит, мы разберемся. По каждому конкретному обращению будут составлены письма. Их направят в соответствующие органы. Решение всех вопросов также будет находиться под контролем помощников депутата Государственной Думы. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Продолжаем. Завершается подготовка мемориалов и памятников ко Дню Победы. Сегодня специалисты газовой службы в селе Барановка близ Дагамыса провели на мемориальном комплексе профилактические работы. Мемориальный комплекс в селе Барановка, это район Дагамыса, был открыт в 1992 году. А 10 лет назад сюда был подведен природный газ, поэтому в канун 9 мая всю газовую систему мемориала проверяют, чтобы в День Победы в 7 часов утра зажечь вечный огонь. Работали три человека, выполнили прочистку газовой горелки и продувку газопровода. Работы завершены, уже все готово для праздничных мероприятий. У этой бригады в обслуживании находятся три комплекса, еще в Лао и Сергейполе. Там проведена такая же ревизия газового оборудования и система полностью к 9 мая подготовлена. Специалисты Сочи Горгаза очистили от нагара и копоти горелку, проверили герметичные запорные арматуры, смазали отключающие устройства и очистили от скопившегося мусора внутреннюю чашу огня. В День Победы здесь будет организовано дежурство аварийной бригады для обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения. Осочинские школьники и студенты завершили участие в краевой акции Дни Единых Действий. К ней подключились более тысячи человек. Они, начиная с 6 апреля и по сей день, приводят в порядок территории памятников, обелисков и мест захоронения ветеранов Великой Отечественной войны. Школьники, молодежь, студенты вузов и СУЗов, юные армейцы, воспитанники военно-патриотических клубов, общественники, молодая гвардия, городской студенческий совет и ТОСа нашего города. Согласно реестру, было приведено в порядок 94 обелиска и мемориала во всех четырех районах города Сочи и в отдаленных территориях. 8 мая в 8.30 утра у Стелы подвиг во имя жизни в районе парка Ривьера пройдет памятный митинг медработников и впервые патриотическое мероприятие «Вальс медсестры». Также в 10 часов в муниципальных кинотеатрах пройдут бесплатные показы фильмов о войне. А вечером в 20 часов все желающие могут присоединиться к традиционной акции «Свеча памяти». Колонна с зажженными свечами пройдет от северного мола Морпорта к южному. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В честь Великой Победы в Сочи сегодня чествовали ветеранов, участников, инвалидов Великой Отечественной войны, и тружеников тыла, блокадников. Их пригласили на торжественное собрание в зимний театр. Впрочем, поздравления для них звучали не только со сцены театра. Подробности у Ольги Десятовой. Театральная площадь в Сочи сегодня превратилась в театральные подмостки. Здесь для приглашенных ветеранов и обычных прохожих развернули костюмированное представление со спецэффектами. В мини-спектакли и мирное время, и ожесточенные боевые действия. Война окончена над Рейхстагом, развивается Красное Знамя. Вся страна празднует Великую Победу. Для большинства это просто театральная зарисовка. Для ветеранов Великой Отечественной – реальные воспоминания о самых страшных событиях, которые им пришлось пережить. Мы бы когда пошли в наступление, у нас было в роте 120 человек, а за два дня осталось 18 человек, понимаете? И вот вспоминаешь одного, другого, просто, знаете, слезы на глазах появляются. Брал Будапешт. Очень тяжелые бои. Имею бедаль и орден. Бою получил этот орден Красной Звезды за взятие Будапешта. Войну закончил в Австрии. Он тяжело контужен, обморожен. Правда, легкие ранения живут. После зрителей ждали уже в холле Зимнего театра. Здесь была развернута инсталляция на военную тему. Застывшие фигуры, как картинки из будней Великой Отечественной. Вот военный штаб. А это медсестры спасают жизнь солдату. Рядом военные в окопе. Здесь же связисты. А это знаменитые на весь мир девять строк о смерти. Не твердой детской рукой их написала Таня Савичева, автор блокадного дневника, в котором одна за одной появлялись записи о смерти ее близких, до тех пор, пока Таня не осталась одна. Это лишь одна из сотен таких историй, которые невозможно забыть, которые нужно помнить. Победа! Победа! Мы знаем, что победил! А уже на сцене Зимнего театра звучали песни о Великой Победе. В мелодиях и танцах радость и счастье. В словах благодарность за подвиг ветеранов, тружеников тыла, военных врачей и медсестер, блокадников, всех тех, кто подарил мир на земле. Хочу выразить ветеранам огромную благодарность. Мы в неоплатном долгу перед вами, перед живыми и павшими. Ваш подвиг бессмертный, вашему героизму нет забвения. С праздником вас, дорогие! С Днем Победы! Поздравлять тех, чьими руками на полях сражений и в тылу ковалась победа, в Сочи будут все ближайшие дни, вплоть до 9 мая. На среду в городе запланирован целый ряд массовых мероприятий. Основные из них – это памятный митинг на мемориале в завокзальном районе и уже полюбившиеся россиянами по всему миру акция «Бессмертный полк». Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. В УВД Сочи в преддверии Дня Победы состоялся день открытых дверей. Мероприятие посетили более 300 жителей и гостей курорта. Гостей встречала традиционная полевая кухня, выставка вооружения и спецтранспорта полиции. Каждый гость смог подержать в руках оружие и посидеть за рулем специальной боевой машины «Тигр». На встречу ветераны Великой Отечественной и органы внутренних дел делились воспоминаниями. В свою очередь дети и сотрудники полиции подготовили для них праздничный концерт. Начальник УВД Сочи Сергей Огурцов выразил искренние слова благодарности ветеранам и поздравил с наступающим Днем Победы. К поздравлением присоединился заместитель главы администрации Сочи Константин Чеботарь. Особый сюрприз ждал самых юных посетителей. Для них были организованы спортивные состязания о шоу мыльных пузырей и настоящий тир. Победители ждали приятные подарки. Спортсмены Сочи во знаменование победы в Великой Отечественной войне. Такое название дали акции, которая прошла в минувшие выходные. Присоединиться к ней могли все желающие. За несколько дней до 9 мая здесь традиционно уже возлагают цветы, поют военные песни и призывают беречь Родину. Традиция, которая уже 30 лет собрала у памятника подвиг во имя жизни городских спортсменов, это их приношение героям – дань памяти. Основная масса – это школьники, студенты, тренерский состав, наш педагогический состав города Сочи. Ну и, конечно же, мы приглашали всех желающих, поэтому можно смело говорить, что практически все спортсмены города Сочи сегодня поучаствуют в этой акции. Массовый забег хоть и называется «Спортсмены Сочи во знаменование победы», но принять участие в нем могли все желающие. Каждому выдали футболку с символикой акции. Тем же, кто успел зарегистрироваться до 25 апреля, еще и памятный сувенир. На старт вышли почти 800 человек. Участники пробежали по курортному проспекту, улицам Воровского, Несебрская, Паярка, финишировали на площади флага. Длина маршрута почти 2 километра. Победителей не выявляли. Впервые для спортсменов был важен не результат, а личный вклад в увековечивание памяти героев. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.